Потому что сторону не выслушивают, не понимают. И иногда спокойно пересказанное, уже сказанное той стороной, останавливает этот крик. Потому что сторона чувствует, наконец-то её услышали. Это очень важно. Надо переформулировать вопрос, сказанный в обидной форме, так, чтобы он звучал нейтрально. Итак. А, то есть мы должны перефразировать то, что сказал клиент, то есть сторона, и правильно изложить другой стороне. Другой стороне. Даже присутствие той стороне. Ещё раз. Если я правильно вас понимаю, у вас бизнес прекратился после того, как сестра поломала ногу. Да. Причём, если одна из сестёр начинает всячески говорить, какая-то неблагодарная очернять, вы останавливаете, и говорите. Вы нарушаете регламент. Говорите о себе, в первую очередь. Вот самые хорошие ключевые слова, назыв, запомните. Говорите о себе. Не надо говорить о другом. Что вы чувствуете в этой ситуации, имеет значение. Верно? Вот так примерно. Итак. После того, как стороны обменялись своими доводами и возражениями, медиатор может настроить их на конструктивную работу. Нужно искать варианты. Вот почему-то у вас на стене висит, кстати говоря, не знаю, увидите вы или нет, у нас там висит презентация ваша. Да-да-да, видите, вот она. Ниже-низу. Вот она, да. Видите, да? Одна из фаз, которая там используется, это называется фаза торгов. Торги – это частный случай, в медиации. Торги хорошо применяются в коммерческих спорах, корпоративных спорах. В случае сестер или школьных конфликтах, согласитесь, о торгах трудно вести речь. Ведь мы обсуждаем вопросы личного характера или некоммерческого характера. Поэтому это более обобщенно звучит так. Поиск вариантов. Мы ищем различные варианты выхода из конфликтной ситуации. Мозговой штурм. Если стороны нацелены на конструктив, то в этом случае они становятся соавторами будущего решения. Вам, как медиатору, иногда очень захочется дать им подсказки. Если они ходят вокруг да около, но никак не могут прийти к определенному решению. Например, закон Российской Федерации запрещает медиатору давать подсказки сторонам, если прямо об этом в сторону не попросят. Как вы думаете, чем это обусловлено? Почему подсказки сторонам нужно давать очень осторожно? Какое-то очевидное решение вам пришло в голову? Вы думаете, ну что же они такие недогадливые? Почему они не следуют этому решению? У нас, например, решение медиатора, то есть рекомендации медиатора в ходе проведения процедуры медиации, они носят рекомендательный характер. Но у нас, как медиаторы, они предлагают альтернативы, сами альтернативы решению вот этого спорта. И, соответственно, если сторону удовлетворяют, что рекомендуемые медиатором у спорта, то они соглашаются. Но медиатор помогает им прийти к этому решению, но как вы говорите, все равно они рекомендуют какое-то решение. Лучше помогать. Я согласен с вами, назым. Лучше помогать, но не переусердствовать в этом отношении. Что я имею в виду? Продолжение следует...